всем привет сегодня я хочу вам показать мылка который я купила для пополнения своей коллекции и своих запасов в январе месяце давненько я не покупала раненько не снимала таких видосиков пока считала запасы не покупала ничего запасы ну а коллекция еще не не считалось еще до коллекции не дошла то в принципе как бы коллекцию пока можно еще кое-какие экземплярчики доложить ну начнем давайте наверное с сытом исходе к я как всегда по сходе к начинаю вот такой вот хозик так этого нишу нас производитель турция 250 грамм такой внушительный довольно таки брусочек так до 20 до 23 11 короче я его открою во первых потому что мне самой интересно как оно пахнет во вторых я ходите не коллекционирую я их сразу запасы воду и пускаю и запаяли и заклеили сильно как хочется повредить и упаковочку сейчас возьму можно закрыли так закрыли уж точно не откроешь до 250 грамм довольно таки внушительный перпечек а все равно порвала аккуратнее вот такой вот красивый кусочек мой он очень мягкий и очень даже мягкий ну вы знаете аромат лимонный лимонный стандартный турецкий хозик такой вот я его подсушу как раз хорошо что его открыла я его подсушу потому что он совсем вот видите как пластилин очень мягкий все пусть она просыхает будет будет она открыта упаковочку я уберу и все давайте дальше с турции вот такой вот мылка aqua line и так понимаю или аквалин не знаю дабы не исковеркать окончательно в общем так это у нас авокадо и кокос с витамином е брусочек 100 грамм здесь листик там пика здесь вот такой вот красивый брусочек запечатано закрытый через упаковку я ничего не слышу никакого аромата но тоже открывать пока не хочу через следу видно если вдруг что там с брусочком учиться пока открывать не буду интересно давайте откроем этот посмотрим что не могу держаться надо все равно посмотреть хотя бы по аромату аромат очень приятный такой ну беленький обычный да здесь вот такой вот красивый листик штампик свеженький аромат такой знаете есть и немножко кокос совсем немножко а вообще такая вот свежесть и зелененькая такая свежесть вкусненькая и еще одно такое же мылка это у нас ну вообще написано как салаты алоэ вера но я вижу огурец и алоэ вера также с витамином е 100 грамм турция до двадцать восьмого года срок годности здесь брусочек уже немножко такой желтизна желтенький ну через упаковку не слышно открывать пока не буду таких вот два так дальше турция вот такой вот мылка это у нас с кокосом 90 грамм очень красивый брусочек красивый штампик по аромату аромат один в один сухой кусочек аромат один в один как основа вот эти вот доланы где идут крем мыло с молоком папайя огурец гранат что там еще петахая по те которые я не люблю мои нелюбимые в общем вот та линейка та серия один в один основа такая немножко с горчинкой и есть аромат кокоса и вот это вот основа тех доланов не знаю как некий мылка не зашли именно из-за их основы зайдут ли эти не знаю еще одно мылка с этой линейки здесь масло какао такой же желтенький брусочек а здесь тоже один в один та же основа долановская и пахнет как знаете как пахнет как есть долан долан голубенький такой тоже с крем мыло долан голубенькая такая упаковочка тоже масло ши или масло какао вот тоже один в один ничего нового думала что-то новенькое а ну нет долан как долан так далее продолжаем смотреть турцию вот такая вот чудесная прекрасная дурушечка с итальянским оливковым маслом отбеливает и отшелушивает отбеливающие отшелушивающие это у нас что натуральное оливковое масло да это оливка красивенький такой глицерин красивая глицерин очка сколько 90 грамм через упаковку пахнет ну оливка здесь парфюмированная таким свеженьким пахнет немножко похоже как на дуру глицерин к квадратная банная где мыло тоже с оливкой немножко похоже такой свеженький аромат свежий свежий так из этой же серии дурушечка лимончик лимончик у нас отбеливает и увлажняет в общем они оба отбеливающие только оливка отшелушивает а лимончик увлажняет отделивают оба такой желтенький а здесь не глицерин очка хотя можно было бы сделать и глицерин очку пахнет лимончиком свеженьким свеженьким лимончиком до 28 по срокам пусть лежит до 28 до лежит ли до 28 я же цитрусовый человек так дальше продолжаем турцию это у нас савон де роял такое у меня было роз есть роза есть лаванда и оливка их три линии линейки их три пахнет просто мылка я скажу так просто мылом немножко есть такой свежести зелененькой но я не скажу что ну прям так вау и ах пахнет вкусненько пахнет свеженько но такого ничего сервисе сила ля дива это у нас с черным тмином 100 граммовые брусочки такие вот закрыта ну она закрыта но через вот это вот окошечко можно понюхать пахнет мужским одеколоном прикольно вкусненько вкусненько но мужским одеколоном пахнет это у нас дыня тоже 100 граммовый брусочек тоже мылка подождите здесь можно открыть да сейчас ага ну вот так вот открывается я думала ну закрыта а вот она это с черным тмином есть вкрапление да очень вкусно пахнет мужским одеколоном ты посмотри вкусненько и мылка так для дева дынька кусочек тоже есть вкрапление такие как как сухосточек лепесточки какие-то слушайте пахнет не столько дыней нету сладости дыни а такая свежесть дальше даже больше как на огурец похоже но не дынькой свеженький такой огурчик прикольная органа тоже 100 граммовый брусочек открывается но это открывать можно все равно здесь окошко она дышит так или иначе такой тоже брусочек прикольный но здесь аромат такой сладенький сладкий 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 аромат органой пахнет есть такое ля дива клубника тоже брусочек 100 грамм а упаковочка вот видите как бы больше а тоже брусочек 100 граммовый здесь немножко по-другому и открываются тут же листик как и здесь здесь тоже листик через упаковку я не слышу нет есть немножко сладенькой клубничка пахнет слышно через упаковочку пахнет сладенькой клубничкой и еще одна ля дива это у нас арбузик тоже 100 граммовый брусочек так как здесь у нас закрыто беленький есть в корабле и в каждом кусочки есть вкрапление через упаковку тоже слышно пахнет арбузиком так турция у нас все теперь мы переходим к давайте посмотрим эльфа фарм словакия вот такой вот мылка лаки пин это детское мыло для лица рук и тела для чувствительной кожи 0 плюс без ароматизаторов эльфа фарм словакия 80 грамм такой красивенький кругляшек таблеточка здесь красивый штамп но его плохо видно такой вот и здесь вот это овечка такая красивенькая штампик конечно такой смазанный ну я не скажу что она без ароматизатора ну она пахнет основкой даже не основка я думаю что это просто вот такой вот аромат кремиком кремовый такой легкий легкий сладкий кремовый аромат приятно пахнет не без ароматизаторов нет она пахнет она пахнет вкусненько так что у нас теперь китай вот такой вот мылка это у нас китай так что у нас здесь это у нас британская роза брусочки по по 200 грамм красивой очень красивый штамп сейчас я попробую вот это вот играть вот такой вот красивый очень штампик видно свечевая фиксируемся мылка тоже очень мягкая сейчас скажу по аромату ну розой она не пахнет она пахнет просто ну мне она пахнет духами советскими духами но не противно аромат довольно таки приятный но чтобы сказать чтоб прям так пахнет розой я не скажу что пахнет розой но аромат приятный и вот такое с ароматом сыра и грейпфрута сочетание конечно интересное здесь сыр нарисован грейпфрут ну сыр и грейпфрут это конечно интересно тоже штампик такой красивый это немножко такой с розовинкой такой носочек пахнет пахнет грейпфрутом даже не грейпфрутом цедрой ну что то есть такое вот что то есть из от грейпфрута вот но и пахнет знаете мне не сыром пахнет а сыром но только не твердым не пахнет ворогом или кефиром и и что-то цитрусовое да есть от цитруса что-то и и кефир ну не знаю как по мне так аромат конечно немножко странноватый кстати я вере на новый год в новогоднюю посылочку тоже вот такое вот мылка отсылала вер если ты смотришь там у тебя лаванда было и и еще что-то я не помню напиши как она пахла потому что ну сыре грейпфрут это конечно на любителя вот такой вот мылка это у нас с экстрактом меда и каштана она закрыта через упаковку конечно я не слышу открывать пока не хочу ну сладость есть медовая такая вот лодка сладенькая слышно детская не знаю куда стоит так и рай сдай так это у нас скорее я пошла турция китай это корея рай сдай это у нас с экстрактом каштана такой тоже брусочек и риска такая интересная реально пахнет каштаном зеленым зелеными листьями и именно зеленым свежим каштаном вот когда каштаны падают дай с деревьев и вот когда ты его открываешь и вот пахнет вот так вот свежим каштаном ох обалденно пахнет я знаю как каштаны пахнут потому что когда ребенок у нас мы гуляли осенью мы эти каштаны мы их собирали плюс просто ведрами у него была болезнь пособирать эти каштанчики маленькие в общем короче не знаю что мы их ведрами носили домой я помню прекрасно как они пахнут классно пахнет вот это мыло так любите марселье это у нас с маслом шеи да если не ошибаюсь до мыло с маслом шеи это здесь два брусочка по 100 грамм такой отмылка тоже закрытая не знаю как то сейчас если она откроется аккуратненько то открою открывается сейчас аккуратненько смотрим что там середине не особо аккуратненько конечно открывается приклеили сильно прям так склеили его разворотила уже пол упаковки пока его открыла ну уж приклеит так приклеит все получилось красивые кусочки штампик мой обалденно пахнет очень вкусно пахнет маслом шеи прям вкуснятина классно сладенькая такое обалденная вот эта мылка очень классная сладкая сладкая так это у нас была франция да или кто это делает сейчас посмотрим произвела сделано в польше но париться по рецептуре французской в общем так больше и италия я же не могу без италии италии я люблю так что италия вот такая вот у меня есть серия линеечка мылок сейчас я покажу это италия в переводе как пути линейка называется путешествие здесь будет 4 брусочка в линейке в этой серии брусочки у нас по по 100 грамм сейчас у меня здесь какой то есть открытый не помню какой винограду не открытый ладно путешествие первое это у нас яблоко из альто тронтино это города пойдут здесь итальянские здесь у нас защитная с витаминами а и с витамином а и минералами 100 граммовый брусочек ну пахнет пахнет сладким яблоком даже не яблоком а яблочным вареньем или яблочным повидлом но домашнее повидлом домашним не производственным которые такое знаете там одни ароматизатор а именно сладким домашним повидлом очень классно вкусно пахнет так далее у нас овес вот такой вот тоже 100 грамм с овсом из винета это успокаивающие с витамином b и минералами тоже 100 граммовый брусочек в этом что такое интересное там и в винограде уже посмотрим она открытая здесь аромат через упаковку ну такой знаете кремовый кремовый сладенький дальше у меня идет помидоры из соренто освежающие источник натуральных вина витаминов тоже 100 граммовый брусочек пахнет блин реально пахнет помидором но помидором и специями еще какими-то специями как перец душистый интересный аромат прикольный помидоры и душистый перчик и станка с тосканским красным виноградом разглаживает и фруктовые кислоты этот у меня брусочек открытый сейчас мы посмотрим его он обычный такой штампик квадратик ну я не скажу что пахнет прям виноградом нет сладкий фруктовый аромат но он не ягодный и не экзотический а такой ну ну можно сказать что виноград но виноград больше не натуральная больше такой парфюмированный прикольные ароматы вот такие вот у меня мылка которые я купила в январе будем считать коллекцию скоро все равно я их покажу потому что я их покладу в коллекцию будут они там у лежат где-то лежать все равно где-то не мелькнут вы еще раз на них посмотрите как-то так в общем феврале я надеюсь будут новые покупочки будем пополняться спасибо всем за просмотр спасибо что заходите ко мне на канал ставите лайки оставляйте комментарии рада всем рада каждому комментарию до новых встреч пока пока счастливо